Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на этой неделе изучаем недельную главу Ницавим. Это уже почти в самом конце книги Дворим, в самом конце Пятикнижья. Мы заканчиваем уже год, мы заканчиваем почти ежегодный цикл чтения Пятикнижья. Все идет к завершению года. И так написано в нашей недельной главе, что Мушер Абейну перед смертью обращается ко всему народу, он всех собирает и говорит, вы все находитесь перед Богом, ваши старейшины, главы колен, зикны и хэм, вишутры и хэм, ваши старцы, ваши полицейские, ваши дети, ваши жены, все, кто пришел и принял иудаизм, михоэтеф эйцеха, дровосеки, адшоэф мэймэха, до тех, кто приносят воду из колодцев. Вы все находитесь здесь и, пожалуйста, примите союз со Всевышним, чтобы вы могли правильно, хорошо жить. И здесь задается вопрос, зачем вот такое вот перечисление? Вы все, сказал уже Мушер Абейну, весь народ, вы все находитесь здесь перед Богом. Зачем ты мне говоришь, старейшины, дровосеки, та-та-та-та-та-та-та-та-та? Зачем всех перечислять? А здесь, говорят нам наши мудрецы, заложен очень глубокий смысл. Какой? Что вы все находитесь перед Богом, и вы, каждый из вас, очень-очень дорог Всевышнему. Очень дорог. Ты старейшина народа, ты великий мудрец, ты очень дорог Всевышнему. Ты простой молодой парень-дровосек, ты тоже очень дорог Всевышнему. Для этого Тора всячески перечисляет всех людей, старейшины, та-та-та-та-та-та-та-та, сказать, что любая категория, все люди, абсолютно все люди важны Всевышнему. И не важно, кто ты и где ты, тебя Бог очень-очень любит, и давай заключай с ним союз, чтобы ты хорошо жил. Это, что написано вот буквально в первых Псуким, в первых стихах в нашей недельной главе Мецавим. Как это касается Рошашана. Мы знаем, что перед Рошашана мы должны все постараться сделать Чуву. Что такое Чува? Это возвращение на заводские установки, как говорит Ацхак Пентусевич. Что такое заводские установки? Что ты творение, и есть творец, и вы живете вместе. У вас правильная коммуникация, ты выполняешь его заповеди. И в течение года мы от этого, к сожалению, отходим, кто дальше, кто не очень далеко. И сейчас перед Рошашана, Бог дает нам возможность вернуться на заводские установки, вернуться к Нему. И человек может подумать, ну я так далеко ушел, куда я могу вернуться? Или он может подумать, Всевышнему я не важен. И это большое заблуждение. Всевышнему важен каждый. Как мы видим, что когда сделал первый человек свой ужасный грех. Ведь Всевышний, когда создал мир, вообще люди не должны были умирать. Из-за греха первого человека появилась в мире смерть. И вот этот человек, который столько сделал разрушений, после его греха Всевышний обращается к первому человеку. Аека, ты где? Где же ты, мой сын? Даже после великого разрушения, которое он создал, Бог к нему обращается. Где же ты, Аека, приходи ко мне? Настолько велика любовь Всевышнего к каждому человеку. Когда Каин убивает своего брата Авеля, когда он его убивает, и получается, что он убил 25% населения земли, ты с братом делите весь мир, кто тебе мешает. И он его убивает, то Бог к нему обращается, любя, а где же твой брат? Признайся мне и давай исправлять твою великую ошибку. Всевышний любит всех, даже после больших разрушений, которые человек иногда создает. Грех первого человека, убийство брата Эвеля Каина. Где ты? Вернись ко мне. Что случилось с твоим братом? Давай вместе попытаемся все исправить. И это подчеркивается в нашей недельной главе. Вы все находитесь перед Богом. Бог любит всех и каждого, независимо от того, кто он и где он. Спасибо огромное за внимание. Пускай Всевышний всем нам поможет сделать шуву, вернуться на наши заводские установки. И я всем желаю шана това уметука.